Я вам на чердаке постелила. Иди наверх, ложись. Только поосторожнее, там лестница ветхая. КОНЕЦ А, Витас, вспомнил твоего отца. Мне сегодня даже показалось, что я понял его стихотворение. Эти бесконечные вопросы, ничто иное, как ответы. Почему ты меня не перевариваешь? Я не могу тебе объяснить. Ты чем-то напоминаешь своего отца. Только он был удивительный человек. А ты... Я не говорю, что ты плохой. Но все-таки неудивительный. Как-то я хотел стать удивительным. Помнишь? Я писал диссертацию. Когда я отказался от защиты, все болтали, что Людкус опустил руки, что Людкус безвольный. Мне просто стало стыдно. За трижды пережеванную тему, за провинциальные выводы. И что с того, что я был тогда удивителен? Я тоже понимаю это стихотворение отца. Не каждому суждено пасть на поле боя, но каждый должен быть воином. А с кем воевать мне? Против кого? Самого себя? Начать все с изного. Все с изного. Тем более, один человек хочет помочь. А все-таки. Она чудесный человек. Но имею ли я право принять ее помощь, не увязну ли еще глубже? А главное, не увязнет ли и она со мной. Что же, говоришь, ты хорошо. Однако человека характеризует не то, что он чувствует, а то, что он делает. И то, что следует за этим. Тебе 37. Надеюсь, что ты уже понял, что на свете существует жизнь и смерть. Подумай о матери. Чтобы она поправилась, ей надо помочь. А такая твоя жизнь приближает ее к смерти. Не слишком ли громко сказано? Можно и тише. Твое поведение мешает ее выздоровлению. Добрый вечер. Мы ждали тебя вчера. Вану тебе приготовить? Я купался у дедушки. Я хотел бы погулять с тобой. Со мной? Догадываюсь, что ты хочешь мне сказать что-то неприятное. Может, стоит купить шампанское? Не шути, а то потом придется плакать. Ну, тогда я скажу тебе мои неприятные новости. Нам не выделили квартиру. Я все равно ее бы не взял. Завтра несу заявление, что ухожу из министерства. Девушки, обратите. Отсюда я! Я! Я!